Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне нужно мнение со стороны психолога, потому что у меня в данной ситуации полное непонимание. Либо я слишком преувеличиваю, либо действительно это не нормально. С моим мужчиной у меня иногда случается непонимание. Я в меру эмоционально. Он сдержан в эмоциях. Я никому не рассказываю о наших непониманиях, переходящих в конфликт на полтора-два с половиной месяца молчания. С ним можно поругаться на пустом месте, это действительно так. Вот сегодня, например, после просмотра стрела я восхитилась, что стрел снят великолепно. На что мне последовало резкое высказывание, чтобы я перестал об этом говорить. Я обалдела, честно спросила, что такого в том, если мне нравится, и я восхищена. Он говорит, ты надоела, уже ты постоянно говоришь то, чтобы скорее вышел новый сезон, или что тебе так понравилось и т.д. У меня полное непонимание. Я ему объяснял, что это мои эмоции, и я хочу их высказать вслух, ведь мы вместе смотрим. Он сказал, а я не хочу это постоянно слышать. Также постоянно мне говорить, чтобы я дома разговаривал тише, хотя у меня нормальный голос невизгливый и в меру тихий. Я знаю, когда на самом деле у людей громкие голоса, или говорить спокойным тоном, когда у меня хорошее настроение, чтобы я успокоился и помолчал. Такое чувство, что я какая-то трещотка, не затыкающаяся. Забавно. Я не понимаю, что в этой ситуации мне делать. Ну, во-первых, я думаю, что довольно справедливо и уместно будет сказать, в первую очередь, что все люди разные. Вот, и ваш молодой человек, и вы, это на самом деле разные люди. И совершенно нормально, что вас с вашим молодым человеком разные взгляды на те или иные ситуации. Разные темпераменты, характеры, ну, позиции и так далее. То есть, я не думаю, что с одной стороны, вы преувеличиваете здесь. Но, я так же не думаю, что это не нормально. Нормально, для него и для вас нормально. Я бы здесь больше фокусировался бы на том, что у вас общего есть. Если, конечно, это общее, ну, присутствует. Потому что мне кажется, что люди все разные и у всех людей. Свои предпочтения, свои приоритеты, свои желания, свои цели. Вот. Но, если есть общее, между людьми, если между людьми есть общее что-то. Понимаете, да? А если между людьми общего ничего нет, и они все равно продолжают пытаться быть местом, то ничего хорошего из этого не получается. Никогда. Вот. Поэтому, я бы здесь смотрел бы в сторону, пожалуй, того, что между вами общим, между вами и вашим молодым человеком. Что вас объединяет, что вас связывает. И можно, конечно, спросить у него, что он думает по поводу, ну, по поводу, вот, конфликта. А, вашего вам, что он, именно, именно, вот, что он думает по поводу конфликта. И, какую цель преследует, говоря вам то, что он говорит. Вот это, пожалуй, самое важное. Постараться понять друг друга. И дальше уже, исходя из этого, делать какие-то выводы. Например, по поводу того, есть ли у вас будущее. Ну, совместное будущее, да. Или нет. И так далее. Видит ли человек проблему или нет. Ну, вот в том, что вы описываете. Или нет. Понимаете, да. То есть, нужно вот с этими моментами разбираться. Да, вам не приятно, да. Это внешне выглядит не очень хорошо. Внешне. Это выглядит, я бы, ну, сказал, как попытка вам подавить. Да. И так далее. Вот. Вот. Но мы этого не знаем. Мы не знаем всех тонкостей. И я уверен, что и вы не знаете тоже всех тонкостей. Поэтому я бы не спешил в эту ситуацию. Я бы не торопился. Я бы тщательно все поисследовал, бы и проанализировал. Вот. Конечно, молчание по нескольких месяцев, это не очень хорошо. Вот. Ну, может быть, это связано с тем, что вы друг друга как-то относитесь, ну, несколько вот предвзято или, может быть, через призму какую-то, да. Вот. То есть тут такой момент может быть. В любом случае это нужно исследовать. Я надеюсь, что вы с этим разберетесь. Выбирайте психолога и начинайте работать. Начинайте психотерапию. Вот. Всего вам самого доброго и удачи.